Он уже несколько лет встает с петухами, а еще с мычанием коров и ржанием коней. Александр Андреев живет рядом с небольшой домашней фермой в самом центре Саратова. Мужчина жалуется на звуки и запахи, которые доносятся от соседей. Началось все довольно давно, более 8 лет назад, когда соседи начали держать скотину. И продолжается по сей день. Устроили мини-ферму, можно сказать, скотобойник. Постоянный шум и зловоние не единственное, что беспокоит жителей окрестностей. Ночью во дворах появляются крысы, днем летают мухи. Договориться по-хорошему с хозяином мини-фермы у соседей не получилось. Пришлось написать жалобы в Роспотребнадзор и Управление ветеринарии. Нет, камеру уберите. Вам сказали, вы не зайдете. Все. Почему? Прибывшие на место специалисты осмотрели ферму, однако помочь жалобщикам так и не смогли. Санитарных правил содержания животных в российском законодательстве нет, а запах на улице ничем не регламентируется. Санитарных правил по содержанию скота нет. Мы заказываем экспертов ФБУС, которые имеют профессиональное образование. Они ставят ловушки, смотрят, есть ли или нет помет. Что касаемо крупного рогатого скота, данные животные идентифицированы, зарегистрированы в Государственной ветеринарной службе города Саратова. Они подвергнуты всем необходимым профилактическим обработкам и вакцинациям. Что касаемо одной лошади, она у нас не была зарегистрирована в ветеринарной службе. В этой связи по данному факту возбуждено административное дело. Это земля твоя была тогда, когда ты халяву держался? Это не моя земля. Да. И сейчас ты из-за земли, он мою собственность теперь перешел. Тебя жабы зашли. Семья Рахимкуловых нападки соседей объясняет завистью. Восемь лет назад территория была заброшена. Землей пользовались все жители квартала. Когда ее выкупили Рахимкуловы, людей такой возможности лишили. Без животного мира я уже не могу. Я как вот крестьянин, крестьянин я, я из Пенской области родился, там вырос, в колхозе работал, колхоз распал и пришлось сюда приехать. Ну запах это естественный запах, да, животное, я согласен, запах ест уже животное. Я согласен с этим. Ну а откуда деваться? Окончательно решать вопрос с фермой в центре Саратова соседи будут через суд. А пока война между ними набирает обороты. Одни продолжают разводить скотину, другие бросают камни в огород нежелательных соседей. Станислав Увашенко, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.